Добрый вечер! В эфире информационная программа Вести Кабардио-Балкария в студии Беслана Суидимова и в начале коротко о главных темах выпуска. В парке отдыха обсудили рабочие вопросы. Арсен Коноков встретился с молодежью республики. Воздулг Кабардио-Балкарии снижается, а доходы бюджета растут. Министр финансов отчитался об итогах работы ведомства за первый квартал. Техническая модернизация региональных АПК будет продолжена. Гендиректор Росагролизинга ознакомился с сельскохозяйственным потенциалом республики. Сегодня в стране отмечают День молодежи. Этот ежегодный летний праздник объединяет молодых людей, активно участвующих в жизни общества и государства. По этому случаю к подрастающему поколению Кабардио-Балкария обратился глава республики. Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем молодежи. Именно вы, люди молодые, яркие, энергичные, определяете перспективы истории страны. Молодость, время дерзаний, поисковые открытия, реализация самых смелых замыслов. Судьба родной республики и всего Отечества во многом зависит от вашей позиции, от того, насколько каждый из вас образован и инициативен. Каждый из вас проект, которому еще предстоит реализоваться. Вам вы положите творить в интересное время, когда в России идет процесс модернизации всех сфер жизнедеятельности общества и государства. Именно от вас, молодых и целеустремленных, энергичных молодых людей, зависит, какое место займет наше государство в мировом сообществе. А потому очень важно, чтобы вы сохраняли и развивали лучшие традиции народов родной Кабаринобалкарии, наполняли их новым качественным содержанием. Уважаемые юноши и девушки, нам есть чем гордиться. Молодые жители Кабаринобалкарии известны в стране и за ее пределами, своими достижениями в спорте и науке, культуре и искусстве. Пусть успехи каждого из вас станут успехом нашей республики, послужат приумножению национального богатства и укреплению авторитета страны. Мы верим в вас, а значит верим в будущее. Где бы вы ни оказались, помните, кто вы и откуда. Помните, что вы представляете род, фамилию и целый народ. С честью несите гордое имя представителей древних этносов, живущих на Кавказе, в мире и согласии. Вы воспитаны на примерах великих культур, традиций и обычаях. Храните и развивайте все лучшее, что передано вам старшими. И будьте открыты новым знаниям, новому опыту. Будьте всегда влюбленными в жизнь, оптимистами. Настойчиво идите к поставленной цели, оставаясь порядочными людьми, с крепкой душею и неприходящими ценностями. Крепкого вам здоровья, новых побед и свершений. Сегодняшний праздник – это еще и призыв обратить внимание всего общества на проблемы подрастающего поколения, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни. О них шла речь уже на личной встрече главы Кабардино-Балкарии с молодежью в Атажукинском саду. В ходе неформального общения были затронуты самые разные темы, начиная от школьной формы до развития туризма в республике. С подробностями Осман Казаков. Дали выспаться, да? Ну, видишь, как молодцы. Хорошо. А спортом занимаетесь? Да! Этот день глава Кабардино-Балкарии начал в городском парке. Поддержал тех, кто занимается спортом. Праздник приезда Арсена Конокова был в самом разгаре. Блогеры продумывали, о чем напишут в сети. Прямо так заголовок сразу я не могу сказать. Скорее всего, что-то будет связано с тем, что именно у нас, может быть, активная молодежь. Другие опекали младших и рассуждали о будущем. Для них это большой потенциал. Я думаю, в дальнейшем, лет через 10, мы здесь соберемся, и будет больше инициативных, хороших лидеров. Оценив наряду с юношеским задором фотовыставку и иные творческие изыскания молодежи, Арсен Коноков отметил. У нас многогранное подрастающее поколение. Молодежный актив республики тем временем ждал главу под шатром. Неформальный диалог начали с вопроса о школьной форме. Вообще образовательные учреждения дети хотят прежде всего получать знания, напомнил Арсен Коноков. Не надо там делать парад мод, упражняться у кого больше у семьи возможностей. Мне кажется, это отвлекает и не совсем корректно. Поэтому я за единообразие одежды. В ходе общения выяснилось, глава республики каждое утро около часа уделяет своему здоровью, занимается на тренажерах. А в свободное время любит почитать. Нестандартный вопрос, что у вас в карманах, Арсен Конокова ничуть не смутил. Я каждый день, день начинается с того, что я делаю такую программу. Встречи какие должны быть, звонки какие у меня должны быть. Ну и второе, это то, что мне поручил мой сын младший. Вот я хочу, надо мне приобрести вот такой микроавтобус для школы по карте. Молодежь демократичности чувства юмора главы оценила. А воодушевленный ответом автор вопроса даже осмелился вручить сувенир. Спасибо. Вы серьезно, да. Подкова. Подкова и лошадь, я думаю, сочетание очень серьезное. Спасибо. Продолжение разговора было куда более обстоятельным. Возможно, в Кабардино-Балкарии появится свой молодежный форум. Главное составить проект, посоветовал Арсен Коноков и обещал финансовую поддержку. Вопросы активисты задавали серьезные. Подготовка кадров для экономики, развитие донорства, волонтерства и не только. На какой стадии находится реализация местного компонента проекта курорта Северного Кавказа? 15 миллиардов в основной капитал сегодня курортов Северного Кавказа. Мы очень активно ведем переговоры, чтобы они быстрее зашли на АЗАУ, восстановили всю инфраструктуру. Условно говоря, в третью очередь, канатные дороги, Чигет. И еще развили бы всю эту территорию, чтобы не только канатки были у нас обустроены, но надо и дороги, и населенные пункты обустраивать. Общение Арсена Конокова с молодежью длилось несколько часов. В итоге, по некоторым вопросам, звучавшим на этой площадке, глава пообещал дать указания соответствующим ведомствам. Осман Казаков, Анатолий Дырико, Вести, Кабардино, Балкария. На этом праздничная программа не закончилась. Молодежь отмечала свой день довольно масштабно. О том, как это происходило, в коротком дайджесте. Сцену в Атажукинском саду отдали представителям молодежных субкультур. В России к ним традиционно относят стиля к 50-х, рокеров советского периода и неформалок перестройки. Нынешние молодые танцевали в разных стилях, читали рэпы и пели. Их утром куриц с помощью баллончиков с краской переносили свое настроение на холсты. На территории МИД-колледжа сегодня открылась новая спортплощадка. Это событие, часть проекта «Здоровая Россия, здоровая молодежь». Построили ее студенты вуза, но заниматься здесь смогут не только они, но и жители соседних домов. Первым мы опробовали площадку футболисты, состязались команды МИД-колледжа, одного из университетских общежитий, сборной иностранных студентов и команда «Дворубная ЧП». А спортсмены в поддержку здорового образа жизни сказали нет наркотика. На разных площадках они мерились силами, в шахматах, настольном теннисе и армрестинге. Участников и зрителей приветствовали представители власти и госракоконтроля, а также советник главы КБР, олимпийский чемпион Мурат Карданов. К концу выпуска мы еще вернемся к этой теме, а пока к другим событиям. О том, что сделано в сельском хозяйстве за последние два года сегодня перед главой республики на совещании с членами правительства, отчитался министр Альберт Коздохов. Положительная динамика очевидна. Обеспечивают ее системный подход к развитию отрасли и господдержка. Только с 2010 по 2012 год в АПК направлено около 2,5 млрд рублей. Отдача в Уроши до 30 млрд рублей объема продукции. Минсельхоз республики отработал на твердую четверку, констатировал Арсен Коноков. Однако главы муниципалитетов, по его мнению, активны недостаточно. Принцип «каждый дворабочее место» по-прежнему остается актуальным, напомнил глава. Землю надо использовать эффективно, создавая современные инновационные производства. Стабилизировать доходы местных жителей нужно или можно за счет организации и переработки скота на селе. Пока же все ограничивается только разговорами об этом, отметил Арсен Коноков. Производить высококачественную продукцию мы научились, но не умеем ее рекламировать. Нет брендовой политики, логистических центров. Мы увлеклись, мы говорим, что очень мы продвинутые в сельском хозяйстве. Я считаю, что мы недостаточно продвинутые. Это вот эйфория от того, что мы несколько производств поставили, сады посадили. Но никто нам не сказал, как системно подойти к решению этих вопросов. Будет это мясное животноводство, молочное животноводство, касается это всего. Если у нас весь цикл не закрыт, и мы не можем выходить на рынок сами спокойно, то у нас нет решенной проблемы. Мы просто в замкнутом цикле находимся. Действовать надо локально, убежден Коноков. Просчитывать каждый отраслевой проект. И здесь нужна активность не сельхоза, а именно экономики. Этим ведомствам глава поручил детально проработать каждое направление. Возможности аграрного сектора КБР и варианты расширения сотрудничества с Росагролизингом обсуждали накануне гендиректор госкорпорации и министр сельского хозяйства Кабардио-Балкария Эльберт Коздохов. Юг России для нас очень важен, и мы будем содействовать его развитию, отметил гость в ходе посещения крупных сельхозпредприятий республики. Продолжит тему Елена Кушхова. Чтобы двигаться вперед, нужно четко определить стартовые позиции. Собственно, знакомство с производственной базой республиканского АПК и было главной целью руководителя Росагролизинга. Продукция завода по выпуску пластмассовой тары для растеневодов Назарова интересовала не меньше, чем меры поддержки тружеников полей. Множество вопросов возникло и в теплицах Агрокома. Строить комплекс в 100 гектаров начали 5 лет назад. На сегодня реализована первая очередь. 20 гектаров с капельным орошением, компьютеризированным контролем температуры и влажности воздуха. Какова эффективность каждого куста, конкурентоспособность продукции и ключевой вопрос, применяется ли химия при защите томатов от вредителей, спрашивал Назаров. Министр сельского хозяйства республики давал разъяснение. Самое главное, что у нас вообще народ уже соскучился по качественной продукции, а с учетом экологии, с учетом климатических условий, здесь действительно можно получать очень качественные продукции, не только для россиян, но и экспортировать. И я думаю, что такой потенциал и климатический, и научный, самый главный кадровый потенциал, он с этой задачей может справиться. А потому техническая модернизация республиканского АПК за счет средств федерального лизинга будет продолжена, отметил Валерий Назаров. Сейчас сельское хозяйство в стране переходит на инновационные рельсы. В разных регионах этот процесс проходит по-разному. Кое-где болезненно. Минсельхоз КБР с помощью агролизинга рассчитывает не просто смягчить риски, но и ускорить внедрение новых технологий. Сейчас идут переговоры. То, что мы программу сделали, это программа массового развития небольших крестьянско-фермерских хозяйств. Это по овощеводству, небольшие тепличные хозяйства, крупные компании. Вот мы хотим, чтобы через Росагролизинг они могли получать вот это оборудование и тепличные конструкции. Это только один сегмент. Есть еще и техника, то, что в этом году где-то там на 67 миллионов у нас лимит есть, который с 15% скидки они нам дают. Всего же за время сотрудничества с Росагролизингом в Кабардино-Балкарию было передано 372 единицы техники. Оборудование для перерабатывающей промышленности на сумму 10 миллионов рублей. Приобретено около 4 тысяч голов племенного скота. Минцельхоз и лизинговая компания и в дальнейшем планируют придерживаться высокого темпа обновления агротехнопарка республики. Елена Кушхова, Сафар Гириев, Игорь Мигулин. Вести Кабардино-Балкария. О проблемах реализации 131-го федерального закона, о принципах организации местного самоуправления на примере сельского поселения Кенделен сегодня шла речь на заседании президиума парламента. В его работе принял участие депутат Госдумы Заурги Киев. Ситуация в Кенделене не уникальная. Трудности, с которыми сталкивается село, испытывают и остальные высокогорные населенные пункты, отметили на заседании. У администрации нет собственного здания служебного транспорта, подчеркнул глава поселения Камбулат Тикуев. В капитальном ремонте нуждается сельская амбулатория, центральная мечеть, дом культуры, музыкальная школа. Нет пожарной части. Бич местных властей. Плохие дороги. На ремонт в бюджете поселения денег нет. Основные доходы, земельные налоги, ориентная плата. Но формировать процентные ставки у местных властей нет возможности. Депутаты в проблеме обещали разобраться, но в свою очередь подчеркнули, надо использовать все возможности развития села. Мы работники, мы ездим на своих личных машинах. Сколько пользуются сегодня услугами, как разнее субсидии на оплату жилищно-хомановных услуг? Есть у вас сведения? Ну, так и с наделением. Сейчас, да. Плохо, плохо. Вот как раз это свидетельствует о том, что вы в этом направлении не работаете. И потом, мы же наставили носло, забываем. Забываем. Детство свое, я помню, содержание на скот. Ни одного квадратного метра не оставалось, чтобы не скошенной была. Сейчас этим не хотят заниматься. Больше развитое иждивенчество. В итоге депутаты рекомендовали правительству республики совместно с налоговой службой провести анализ собираемости доходов местного бюджета, а администрации поселения активнее привлекать инвестиции. Сегодня же парламентарии рассмотрели изменения в закон о господдержке молодежных и детских общественных объединений. Поправки вносятся в рамках совершенствования федерального законодательства. Очередное заседание состоялось сегодня и в правительстве Кабардио-Балкарии. На обсуждение было вынесено около 15 вопросов социально-экономического характера, ввел заседание премьер Руслан Хасанов. Минсоцразвитие доложило, как исполняется протокольное поручение президента России. Речь в частности шла об отражении детей, создании в начеке базы отдыха для ребят из регионов СКФО, а также об обеспечении пенсионеров лекарствами. Минфин отчитался по бюджету за первый квартал года. Доходы около 7 миллиардов рублей. Расходы в основном на социальные нужды. 4,5 миллиарда. Госдолг сократился почти вдвое. На заседании утвержден проект соглашения между правительством и Республиканским управлением налоговой службы об информационном взаимодействии. Также Кабмин определил правила формирования списков граждан, имеющих право на жилье эконом-класса. Утвержденный план мероприятий по реализации стратегии развития СКФО на срок до 2014 года. Перед соответствующими службами поставлены задачи по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний период и во время уборки урожая. Сегодня в Натчике обсуждали, как идет подготовка к всемирному черкесскому форуму, который откроется в столице Кабарно-Балкарии в эту субботу. Международная черкесская ассоциация, как организатор встречи, пригласила более 300 человек. Гостей ждут из регионов России и из-за рубежа. Военный конфликт в Сирии продолжается почти два года. Под обстрелами погибли сотни тысяч мирных граждан, в том числе и около 70 адыгов. Их дома в Дамаске, Хомсе и на Голландских высотах разгромлены, имущество разграблено. Сирийским адыгам пришлось бежать от войны. Черкесское благотворительное общество приютило до полутора тысяч семей, и Ордания три тысячи, еще пять нашли пристанище в Турции. В Россию из зоны конфликта бежали более тысячи адыгов. Из них свыше 700 приняла Кабарно-Балкария. Одних разместили в санаториях, других приютили родственники. Местные власти, МЧА и общественные организации помогают сирийским черкесам, но они по-прежнему находятся в тяжелом положении. Каждая страна, принявшая адыгов из Сирии, делает все, чтобы облегчить их участь. В частности, глава Кабарно-Балкарии выделяет личные средства для соотечественников, способствует тому, чтобы их дети учились. Надеемся, что и другие республики так же поступят. Уже решено, что в рамках Всемирного черкесского форума пройдет благотворительный телемарафон. МЧА открыло специальный счет, куда можно перечислить пожертвования. И, как я обещал, возвращаемся к главной теме дня, молодежному празднику. В эти минуты в Атажукинском саду проходит концерт с участием артистов местной эстрады. А в городском парке отдыха работает мой коллега Тахир Дадуев. И он сейчас вышел на прямую связь со студией. Тахир, тебе слово. Здравствуйте, Беслан. Празднование Дня молодежи продолжается здесь, в городском парке аттракционов. С четырех часов здесь проходит концерт-митинг, посвященный празднованию не только Дня молодежи, но и Международному Дню борьбы с наркотиками и наркоторговлей. Цель организаторов заключается в донесении до молодежи сведений о пагубности употребления наркотиков. Организаторы – антинаркотическая комиссия и администрация города Нальчика. Вот буквально в эти минуты это мероприятие здесь завершается и стартует выступление звезд местной эстрады, организованной Кабардино-Балкарским государственным университетом, которая называется «Танцуй пока молодой». Жители Нальчика и гостей республики ждет дискотека до девяти часов вечера. Не опоздайте. Беслан. Спасибо. Это был Тахир Дадуев из Садрогинского сада, где сейчас проходит концерт праздничный. Далее о погоде на завтра расскажет Зухраб Шихачева. Напомню, все новости нашего программы вы можете найти на сайте вести.кбр.ру. До встречи на телеканале «Россия». Солнцезащитные очки. Лимитированная коллекция 2013 года уже в продаже. Ведущие бренды. Ленар Оптик. Торговый центр офиса «Дом». Это огромный выбор офисной мебели российского импортного производства всех ценовых категорий. Наш адрес улица Кирова 294. Добрый вечер. Летнее тепло, по данным Росгидромедцентра, будет сопровождать нас все выходные. Последний рабочий день недели не станет исключением. Ветер восточный 1-2 метра в секунду, атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба. В Зорском районе ожидается рост температуры до 28 градусов. В горах погода переменчива, осадки у подножия Альбруса удержат дневную прохладу в пределах 9-14 градусов. В Тернаузе немного теплее. 17 выше нуля, с дождем. Намного жарче. И все так же сухо на территории Баксаны, Чегемы и Норткалы. Днем на термометрах плюс 29. Теплый восточный ветер доставит на территорию Прохладненского, Майского, а также Терского и Лискенского районов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова